из Украины в Европу. Сколько стоят билеты на УЗ до зарубежных городов? Путешествия укрзалезницей за границу сейчас остаются самым удобным вариантом для украинцев, чтобы надолго не застрять на международном пункте пропуска. Новости Украина рассказывает, сколько стоят билеты на международные рейсы УЗ. Сколько стоят билеты на международные направления УЗ. Как купить билет на международный рейс. Будут ли новые международные маршруты. Сколько стоят билеты на международные направления УЗ. В международном сообщении со странами Европы каждая из железных дорог следования поезда вагона устанавливает тариф по своей территории и в вагоны своего формирования, которые объявляются в евро. На проездном документе стоимость указывается в национальной валюте в пересчете с курсом евро на момент оформления. Цена на проездные документы динамична и меняется в зависимости от дня недели и курса валют. Цена образования для железнодорожного транспорта не является гибким, тариф подлежит государственному регулированию, поэтому АО «Укрзалезница» не может самостоятельно влиять на уменьшение или увеличение стоимости проезда, предоставление сезонных скидок и т.д., сообщили в пресс-службе УЗ. На сайте УЗ, в таблице стоимости международного сообщения со странами Европы указаны следующие цены. Стоимость билетов в Польшу Киев-Варшава – 76,20 евро Киев-Хелм – 44,80 евро Киев-Перемышль – 44,80 евро Первый класс – 31,20 евро Второй класс Киев-Перемышль – поезд 47,90 евро Харьков-Хелм – 56,90 евро Днепр-Хелм – 59,59 евро Харьков-Перемышль – 58,40 евро Запорожье-Перемышль – 60,10 евро Одесса-Перемышль – 49,10 евро Рава-Русская Варшава – 29,60 евро Первый класс – 26,40 евро Второй класс Львов-Перемышль – 15,80 евро Первый класс – 10,80 евро Второй класс Стоимость билетов в Венгрию Киев-Будапешт – 67,30 евро Львов-Будапешт – 49,90 евро Мукачева-Будапешт – 25,00 евро Чоп-Будапешт – 35,50 евро Первый класс – 23,60 евро Второй класс Стоимость билетов в Австрию Киев-Вена – 89,60 евро Львов-Вена – 71,20 евро Чоп-Вена – 70,30 евро Первый класс – 43,90 евро Второй класс Стоимость билетов в Словакию Мукачева-Кошица – 11,00 евро Стоимость билетов в Молдову Киев-Кишинев – 2,192,91 гривны Плацкарт – купе 3051,24 гривны Купе – 5,658,68 гривны Отметим, что только по направлению Киев-Кишинев указана цена в гривнах, на остальные в евро Добавим, что стоимость билета указана без учета комиссионного сбора, который составляет 55 гривен Также следует учесть, что в поездах первого и второго класса место сидячее Стоимость билетов в Молдову – скриншот сайта Укрзалезницы Дети до 4 лет могут путешествовать с родителями, бесплатно без предоставления отдельного места Для старших детей действуют скидки, размер которой зависит от международного направления Например, если речь идет о польских рейсах, то для детей от 4 до 12 лет идет скидка 25% при перемещении территории Украины и 50% на территории Польши Объяснили на горячей линии Укрзалезницы Добавим также, что в декабре прошлого года УС повысила цены на международные направления Больше всего возросла стоимость дефицитного направления Киев-Варшава-Киев, билеты тогда подорожали на 72% Также на 3% поднялись цены в ночных поездах в Вену и Перемышль Как купить билет на международный рейс? Билеты на международные направления можно приобрести только онлайн В чат-боте, на сайте Укрзалезницы или в приложении Открытие продаж происходит утром в зависимости от направления Продажи стартуют Польское направление Перемышль, Дарахуск, Холм, Варшава В 9.00 за 20 суток до даты отправления Словацкое и Австрийское направления в 8.00 за 20 суток Молдавское направление в 8.00 за 30 суток При покупке онлайн нужно ввести персональные данные пассажира А также понадобится верификация через приложение Диа На оплату услуги предоставляется 15 минут Поиск билетов на международные направления на сайте УС Скриншот Будут ли новые международные маршруты? Сейчас в АО «Укрзалезница» разрабатывается график движения поездов На 2024-2025 год, поэтому изменения маршрутов как во внутреннем, так и в международном сообщении Вскоре будут представлены на диджитал-площадках общества Сообщили ВУЗ При этом в пресс-службе деталей не раскрыли Указали лишь, что график движения поездов Разрабатывается на основании анализа пассажиропотока С учетом экономической целесообразности И максимального использования технических возможностей подвижного состава И инфраструктуры для обеспечения минимального времени на пути следования поездов Ранее мы рассказывали о том, как вернуть билеты на международный поезд УС Пассажирам за границей Считайте также, что в европейских странах действует ряд запретов На ввоз определенных вещей и товаров на их территорию Это нужно учесть украинцам при планировании путешествия за границу При подготовке публикации использовали эксклюзивные комментарии УЗ для РБК Украина Данные с их сайта и ответы на горячей линии